Всем привет! Сегодняшний видео обзор я снимаю по вашим многочисленным просьбам. Отвечаю на ваши вопросы, какую фурнитуру я использую для обрамления шаров, а точнее для закрытия некрасивых швов. Также расскажу, какой ширины и в какой цветовой гамме я использую фурнитуру. Это только мой опыт и мое видение, но я очень надеюсь, что эта информация будет полезна для всех, а особенно для начинающих. Когда я только начинала делать игрушки, было выбрать фурнитуру очень тяжело из этого всего многообразия, которое сейчас продается. Мне хотелось купить все и сразу, но сейчас на данном этапе я уже знаю, какая фурнитура мне нужна на постоянной основе. И сейчас я просто пополняю запасы разнообразием, чтобы у заказчиков был выбор. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересен и полезен. Приятного просмотра! И начну я с тесьмы, которую использовала впервые на своих шарах из бархата. Сейчас вам покажу на примере. Вот так она выглядит. Называется Шанель. Теперь всю такую тесьму я тоже называю Шанель. У этой тесьмы очень большой выбор, как по узорам, ширине, так и по цвету. Я использовала такую тесьму и в золотом и серебряном цвете. Кто смотрел мои видео, те знают, что я всегда использую всю фурнитуру по одному цвету. То есть, если шар обрамлен серебром, то я использую и крючок для шара в серебряном цвете, и цепь со стразами, и стразы в цапах тоже будут в серебре. Ширина этой тесьмы составляет 1 см. Это самый оптимальный вариант для обрамления шара. Но вот эта тесьма, она уже идет в ширину 2,5 см. Но это за счет узора. Хотя тоже смотрится очень красиво и нежно. Использование такой тесьмы для обрамления шара считаю одним из хороших вариантов. Во-первых, бюджетно. Во-вторых, очень большой ассортимент представлен такой тесьмы. И в-третьих, с такой тесьмой шар уже смотрится нарядно и красиво. Всю фурнитуру, которую я вам сегодня показываю, я использую не только для обрамления швов на шарах, а также перекрываю швы на бантах и соединяю их тоже с помощью тесьмы. А на атласных бантах на елку я тоже использую такую тесьму с обратной стороны для более красивого и аккуратного вида. В принципе, такую фурнитуру я отношу к расходным материалам. Если даже есть она у меня в наличии, я все равно ее докупаю, то есть пополняю запасы. Это, в принципе, такой же расходный материал, как стержень для горячего клея, клей B6000, либо же краска белого цвета. Поэтому это всегда должно быть в наличии. Вот, например, есть еще такая тесьма косичкой в золотом цвете. Очень красиво смотрится. В ширину такая тесьма идет 0,8 миллиметра. Тесьма такой ширины тоже очень хорошо подходит для закрытия шва. А есть вот такого плана тесьма. Более мелкая косичка, но очень тоже красиво смотрится нежно и закрывает отлично шов на шаре. В ширину она идет тоже 0,8 миллиметра. Очень тяжело выбрать тесьму из такого многообразия. И, конечно, не вся тесьма подходит к бархату и сочетается с ним. Поэтому здесь уже приходится выбирать методом проб и ошибок. Что хотела вам показать? Вот такой вариант тесьмы. Это шнур. Иногда я их использую в различной цветовой гамме. Шнур такого плана. В основном, я использую для верхушек, так как это отличная альтернатива цепи со стразами. Ну а далее я вам хочу показать, в принципе, самую распространенную и ходовую фурнитуру для обрамления шаров. Это декоративная лента со стразами. В действительности страз там нет, но она сделана так, как будто стразы сверкают и сияют. Это более бюджетный вариант по сравнению цепи со стразами. Смотрится тоже очень красиво и ярко. У декоративной ленты очень широкая цветовая гамма, но я использую в основном вот таких четыре цвета. Это два вида золота, бронза и серебро. Для обрамления шара декоративную ленту со стразами я использую отрезок в два ряда. Так я считаю, шар смотрится более нежно и аккуратно. И по ширине два ряда декоративной ленты выходит в один сантиметр. И вот так это выглядит на шаре. И, как вы уже заметили, декоративная лента со стразами не цельная, а сквозная. Поэтому всегда перед тем, как клеить декоративную ленту на шар, сначала я клею вот такую тесьму. Такая тесьма продается тоже в различной цветовой гамме, но я использую только два цвета золото и серебро. В ширину она идет 0,5 миллиметра. Такая тесьма хорошо закрывает шов и дает нужный цвет по декоративную ленту. И вот такая тесьма у меня, наверное, самый расходный материал, потому что она подходит под все. Она очень хорошо закрывает швы, как на шарах, так и на бантах. Такую тесьму я использую также, когда использую цепь со стразами в декоре. Допустим, для декора этого банта сначала я проклеила его тесьмой, а затем уже поверх тесьмы приклеила цепь со стразами. И, как пример для вас, вот на этом шаре я использовала в качестве декора цепь со стразами шириной 4 миллиметра. Сначала я приклеила тесьму, а затем поверх нее нанесла цепь со стразами. Так, я считаю, декор смотрится более аккуратно и делает акцент именно на декоре. И хотела вам еще показать, как пример. Допустим, вы используете такое кружево, тогда я обязательно советую тоже его перекрывать тесьмой. И обязательно соблюдайте цветовое сочетание в декоре вашего елочного шара. И еще хотела вам показать вот такого плана тесьму. Я начала ее использовать только в этом году, но смотрится она очень красиво, мне нравится. Такая тесьма также есть в различной цветовой гамме. Вчера я на канал добавила видео в черном бархате шары и обрамила их вот такой тесьмой. Сама тесьма по качеству хорошая, единственное, она осыпается немного при нарезке, но это не критично. Золотого цвета тесьму я заказывала на Алиэкспресс, а вот уже белую и черную покупала у себя в стране, так как мне нужно было пару метров на один заказ. Белая тесьма тоже очень красиво смотрится, придает некую нежность и легкость при обрамлении игрушек. И если даже ее использовать для декора верхушки, получается очень необычное и красивое сочетание. И эта тесьма идет в ширину тоже 1 сантиметр. И использование такой тесьмы для обрамления шара я считаю отличным вариантом. Я вам показала фурнитуру, которую я использую. И в принципе здесь важно использовать правильной ширины фурнитуру для обрамления шаров. И по моему мнению это 0,8 миллиметра и 1 сантиметр. Я считаю эту ширину самой оптимальной, так как обрамление не должно перегружать шар, но в то же время присутствовать на нем. И напоследок я оставила цепь со стразами. Для того, чтобы использовать цепь со стразами для обрамления шара, тоже нужно обязательно использовать тесьму нужного вам цвета. Так цепь со стразами вы приклеите ровно и аккуратно. Тесьму под цепь со стразами я не использую только при обрамлении пластиковых заготовок, так как у пластиковых заготовок есть швы, по которым я и ориентируюсь при проклейке цепи со стразами. И на сегодня это все. Я бы хотела подытожить, что для меня самой расходной фурнитурой является тесьма шириной 0,5 миллиметров и декоративная лента со стразами. Также цепь со стразами и остальная фурнитура у меня в наличии для того, чтобы у заказчика был выбор при покупке елочных игрушек. Я очень надеюсь, что видео обзор вам понравился и был полезен. Если у вас еще будут какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!